Мейнстримная не дай моему говна использует гринд для ограничения сюжетного прогресса. С Anthem все пошло не слава богу. Сначала было довольно спокойно, потому что прошло все как обычно. В самом-самом начале сначала анонсик, небольшой анонсик на видеоигровых выставках, на фестивалечках, как это обычно бывает. BioWare делает новую игру перед всеми остальными франшизами, которые вы хотите увидеть. Они делают вот это, что-то новенькое, что-то абсолютно новенькое они делают. Что-то там про роботов, что-то там про полеты, что-то там про постоянный мультиплеер, что-то там про мистер электроник, карты и микротранзакции. Все как обычно, ничего из ряда вон выходящего здесь особо-то и нет. Так что и бояться тоже не стоит, а то вдруг еще что-нибудь хорошее подсунут. Очередной ААА, давайте посмотрим, что из этого получится. Потом какое-то время на него всем было насрать, потом вышла демо. Первая демо, не так давно это произошло, по-моему еще даже месяца не прошло с тех пор, как демо вышло. Оно было заполнено багами с ног до головы. Не очень хорошо этот ААА-продукт выглядел на самом деле на этапе демо. Вот я еще пару лет назад или там где-то, не знаю, 3-4 года назад интересовался, почему видеоигровые компании никогда не делают демо. Вот только недавно они начали снова это делать. А до этого они делали это там где-то только вот в нулевых, где-то в самом начале нулевых. Они делали демо и на каких-нибудь там дисках игромании это можно было найти. А почему они этого не делали вплоть до недавнего времени? Наверное, потому что если бы они это делали, то люди бы смотрели, насколько продукт сломан и ни за что в жизни бы его не покупали. Ну, как показывает практика, нет, люди готовы терпеть писюну себя в заднице гораздо дольше, чем некоторые издатели могут подумать. И поэтому они решили делать демо дальше, да, пожалуйста, вот у Энтом было демо, выглядело оно не очень хорошо. Но ААА-продукт нужно было выпускать уже через месяц, так что фиксить там что-то особо много, ну, наверное, не получится. Короче говоря, пацаны, ждем. Потом за несколько дней до релиза на реддите кто-то слил плашечку с донатным магазином, в котором некоторые микротранзакции, некоторые особо крупные микротранзакции достигали стоимости в 20 реальных долларов. При том, что игра ААА сама по себе стоит от 60 и выше, выше, сильно выше долларов. В зависимости от различных, различных типов издания, которые вы покупаете, да. Ну, Биовар сразу же включили дурака, сразу начали отмазываться про то, что это не финальные цены, пацаны. Все нормально, пожалуйста, не поднимайте панику, мы их исправим, все-все хорошо. Теперь, когда вы это заметили, мы это исправим. Суки, почему вы такие, блядь, внимательные со своими гигантскими глазищами? Ну, справедливости ради, они действительно это исправили, они действительно цены снизили. Насколько долго эти сниженные цены... Ну, справедливости ради, да, они действительно снизили цены. В релизной версии они стали значительно меньше, больше, чем в два раза. Как долго эти сниженные цены продержатся, неизвестно. И об этом никто ничего еще не сказал и вряд ли скажет, а вплоть до того момента, когда они повысятся обратно. Но, хотя сейчас они понижены, это что-то хорошее. И вот, наконец, она вышла. Anthem вышла в свет, к великому ожиданию. огромного количества людей, которые еще не до конца прочувствовали писюн мистера Electronic Arts у себя в попке. Они захотели его немножко поглубже, немножко подальше его всунусь прочувствовать. Вот, пожалуйста. И теперь они даже могут в него поиграть. Ну, то есть, как могут? Сначала им нужно выбрать между четырьмя, сука, вариантами издания, которые они могут купить относительно одного продукта после того, как просканируют своими глазами специальную таблицу, в которой объяснена разница между разными типами одного и того же товара, потому что, ну, это 2019 год, пацаны. 2019 год, в конце концов. Нужно понимать, что вы не можете просто купить игру и поиграть в игру, да? Сначала вам нужно выбрать между четырьмя типами одной и той же игры в зависимости от того, на какую маленькую бесполезную херню, до которой никому не дело, вы хотите потратить лишние 20 долларов, да? То есть вам нужно сначала выбрать вот это. Вы не можете просто купить игру и поиграть в игру. Это не модно. Сейчас так никто не делает. Ну, ладно, опять же, справедливости ради. Это не первый раз. Такое было у Юбисофта зачастую, да, Юбисофт очень любит это дерьмо. Юбисофт Митро и Electronic Arts только пытаются, он еще только пробует. Я думаю, можно понять его вот этот самый в первый раз. В первый раз, пацаны, попробуйте просто. Определенный один вариант из этой таблицы получил название ранний доступ. Они прямо так и называют ранний доступ, что, ну, не совсем корректно, потому что ранний доступ понимается не совсем буквально в наше время, он понимается как вот буквальный early access, да, когда, значит, люди еще не готовый продукт заранее купили, заранее в него играют и в течение какого-то количества времени там будут вноситься изменения, да, а Anthem уже, Anthem это готовый продукт. Это буквально готовый продукт, он уже толком не изменится кардинально, потому что, ну, давайте будем честными как бы, да, это все, это финальная игра, больше с ней толком ничего не будет, кроме там каких-то изменений, возможно, баланса, дополнений или что они дальше с ней будут делать, но кардинально в ней ничего не изменится на данный момент, поэтому термин early access не совсем корректный, я бы сказал. Тем не менее, это то, что они используют для того, чтобы объяснить, что некоторые игроки смогут играть в игру на 10 дней раньше, чем некоторые другие игроки, потому что они за этот 10-дневный ранний доступ заплатили дополнительные, дополнительные доляры, они имеют на это эксклюзивное право, да. Ну и как это обычно бывает, те, кто решили заплатить немножко больше, начали обращать внимание на некоторые интересные детали, конкретно на одну интересную деталь, которая встречается по сюжетной кампании Anthem. Дело в том, что в этот самый момент игрок сталкивается со стеной из гринда, что для ААА игры за полную стоимость, ну, скажем так, не беспрецедентно, но не то, чтобы особо ожидаемо. Конкретно игроку нужно открыть 4 гробницы, и для того, чтобы это сделать, ему нужно пройти определенное количество испытаний, причем испытаний довольно гриндовых, довольно не, так сказать, не пестрящих воображения. То есть это испытание в духе «убей 50 человек с помощью ульты», «найди 10 секретных предметов» и всякие такие штуки, у которых на окончании, вот в конце стоит число, то есть это действие, которое, это простое действие, надо подчеркнуть, это очень простое механическое действие, которое нужно сделать энное количество раз, причем довольно большое, отнимающее большое количество времени. Сложность у этих испытаний варьируется, но, скажем так, даже такая простая штука, как поиск секретных предметов, когда нужно просто пойти в место и взять оттуда штуку, чтобы она у тебя была, это занимает буквально несколько часов игрового времени, вот прям реально несколько часов. Это уже намекает на то, что те, кто купили не вот это вот расширенное издание с ранним доступом, они, в принципе, по сюжету продвинутся в той демо-версии, которая у них есть, 10-часовая, по-моему, демо-версия, получается такая штука, перед тем, как они получат доступ к полной игре. Они просто тупо не успеют физически по сюжету продвинуться, не потому что они не скилованные, а потому что их просто физически ограничили от того, чтобы это сделать. Как вы понимаете, креативность у этих заданий не самая большая, она на самом деле даже элементарная. Это подтверждается тем, что в этих заданиях не задействовано никакого сложного скриптинга, никаких сценариев к нему не нужно писать, тратится время на то, чтобы накодировать все это дело, не нужно ничего озвучивать, ничего такого делать не нужно. Просто берете чистое механическое действие, которое игрок так иначе будет в процессе игры делать в любом случае, и делаете так, чтобы он был обязан сделать это вот прямо сейчас, чтобы просто продвинуться вперед по основному сюжету, чтобы просто смочь играть дальше. Тем, кто за все время играния в игры в своей жизни сталкивался с гриндом в том или ином проявлении, вы можете понять, что в основном он используется как средство искусственного ограничения прогресса игрока, очень дешевого искусственного ограничения, которое, как я уже сказал, не требует никаких сложных скриптов, никакого там сценария, обзвучки, ничего такого. Нет, это просто способ ограничить прогресс, и в данном конкретном случае, это используется очевидно для того, чтобы ограничить прогресс тех, кто купил обычную 10-часовую демо-версию с ранним доступом на 10 часов, и склонить их к покупке более расширенной версии, для того, чтобы они тупо заплатили больше. Мистер Электроник Артс, как всегда, в своем репертуаре не изменяет своим традициям. И вот вы сейчас, наверное, скажете, вы сейчас, наверное, будете ждать, что я скажу, что гринд в 2019 году, в около ММОшных играх в 2019 году, в принципе, не имеет права существовать, потому что, нет, мы живем во время, когда нужно делать обязательно скриптованный контент, все должно быть вот такое, прямо, знаете, продакшн, везде должен быть продакшн, во всем контенте в игре должен быть продакшн. Я вам скажу, что нет. Понимаете, гринд это инструмент, это как флэш для аниматоров, это просто инструмент, который может быть использован хорошо, а может быть использован плохо. И точно так же гринд это инструмент для около ММОшных игр, которые делаются с расчетом на то, что игроки туда будут возвращаться из раза в раз, будут продолжать в нее играть в течение длительного количества времени. Понятное дело, что контент, который имеет за собой продакшн, который имеет за собой креативное какое-то начало, например, квест с уникальной историей какой-то, да, с уникальным скриптингом, озвучкой его, человек, до его группы людей должна делать самостоятельно, потому что, ну, нейросеть, роботы еще пока что не умеют делать вот такие полностью креативные квесты, пока что еще они не научились. Когда не научатся, в принципе, человечество станет не нужно, потому что, ну, это человечество будет просто придатком, которого роботы тупо лучше, да, но это уже немножко другая история. Но пока что человек все еще отличается тем, что только у него есть полностью креативное начало. Соответственно, когда мы делаем игру, в которую игроки должны будут возвращаться в течение большого количества времени, в течение нескольких раз, у них там должна быть, ну, какая-то причина это делать, да, у них должен быть, у них должно быть какое-то действие, возможно, да, которое они могут вот делать каждый день буквально и что-то от него получать. И тут как раз гринд и вступает в силу, да. Самый простой пример это сделать гринд там, ну, условно, например, для того, чтобы пройти какой-то один квест и получить какую-то одну награду игроку, нужно в течение там энного количества времени собирать предметы, которые очень сложно получить. На то, чтобы получить один такой предмет, нужно потратить там день, условно говоря, и для того, чтобы пройти вот этот один квест, ему нужно 100 таких предметов собрать. И вот внезапно получается гринд. То есть игрок обязан для того, чтобы в какой-то момент этот квест пройти, он должен заходить в игру каждый день, чтобы, ну, сократить как можно больше количество времени, которое ему понадобится, и гриндить, гриндить, гриндить вот эти предметы, очень медленно их получать, но в итоге, когда он их получит, ему даст за это какая-то награда, которая, ну, которой у кого-то другого не будет, какая-то эксклюзивная награда. И я вот тут сейчас как раз подвел к моему аргументу. Гринд хорош, когда мы говорим об эксклюзивном контенте, а не о том контенте, который подается как общедоступный. Конкретно сентамом как получилось? Значит, тут гринд ограничивает сюжетную прогрессию. Сюжетная прогрессия — это общедоступный контент, это ядро игры, ради которого многие ее в том числе покупают, да, не только ради геймплея, но ради вот того, чтобы сюжетки происходят тоже, ну, кому-то это будет определенно интересно. Ну и, соответственно, подается это дело тоже как контент в самом ядре продукта. Люди рассчитывают, что получат его просто купив игру, да, то есть это не что-то дико эксклюзивное и, в принципе, можно понять в этом, потому что это сейчас норма, в принципе, индустрии, что сюжетка — это то, что ты получаешь по дефолту. Даже если ты покупаешь сраный файтинг, даже там, благодаря Назареалму тому же, это уже стало нормой, что сюжетка должна быть везде и даже она не должна обязательно сосать. Вот, конечно, исключения бывают, но не часто. Но, что я хочу сказать, гринд можно применять даже в 2019 году. Это абсолютно можно делать, но это нужно делать относительно какого-нибудь уникального контента, уникального эксклюзивного контента, к которому не каждый игрок получит доступ. Пример. Это все-таки будет старый пример, не из 2019 года, но я абсолютно уверен и настаиваю на этом, что он актуален даже сейчас. И если бы это дело было правильно сделано, то оно бы совершенно спокойно могло сработать и в 2019 году вообще без проблем. Пример, который я хочу привести — это цепочка квестов из World of Warcraft, из классического World of Warcraft на получение скипетра песков. По-моему, так он называется. Короче говоря, на вот эту штуку, которой ты открываешь врата в Анкираше и с помощью которой получаешь легендарного маунта жука, вот этого черного жука, в течение только, по-моему, там в 12, что ли, или в 10 часов после того, как первый человек сделает квест. Все остальные, кто этот квест сделали, тоже смогут этого жука получить. Это дико эксклюзивная штука. Это жук дико эксклюзивный, практически ни у кого в игре его нет. Я вот в самой игре актуально видел его, наверное, один или два раза, это очень редко в течение огромного количества лет. Но тем не менее. Почему? Какое отношение это дело имеет к гринду? Это цепочка квестов для тех, кто в ванильный World of Warcraft играл, или может быть даже в Бернинг Крусейдовский, но это там уже в меньшей степени. Это цепочка квестов, которая требует огромного количества гринда. Просто огроменного количества гринда. Я сейчас уже не помню всех подробностей, но там были квесты в духе того, помимо еще всех остальных квестов, в которых действительно там есть какие-то уникальные штуки, там был квест наподобие того, что тебе нужно обмазать себя каким-то там то ли зельем, то ли взять с собой какой-то бадж, который дает тебе право собирать специальные предметы с мобов и пойти в одну или две, по-моему кстати в одну конкретную локацию, где водятся очень конкретные мобы, элитные мобы, которых ты один будешь убивать с большим трудом, если вообще сможешь. И просто убивать вот этих элитных мобов, собирать по-моему тоже очень большое количество предметов, просто для того, чтобы получить репутацию с очень одной конкретной фракцией, которая потом позволит вот эта репутация продвинуться по квесту дальше, и нужно было там собрать какое-то огромное количество предметов, что ли там чуть ли не тысячу, что ли, по-моему, каких-то очень конкретных предметов, которые дропались очень медленно, да, и тебе нужно было просто гриндить, гриндить, гриндить. Потом начинались дико сложные квесты, которые ты не мог пройти без гринда рейдов, а гриндить рейды это довольно сложное занятие, учитывая то, что для того, чтобы в ванильном World of Warcraft гриндить рейды, нужно было там чуть ли не, ну, большое количество человек, по-моему, там были задействованы только рейды на 40 человек, которые на 20 задействованы конкретно в этом квесте не были, насколько я помню, может быть я не прав, но тем не менее, тебе нужно было, чтобы вот эти все 40 человек работали на то, чтобы ты смог по этому квесту продвинуться, потому что только один человек мог определенные предметы из рейдов собирать, типа там головы босса или чего-нибудь такого, так что да, это было довольно сложно. И, как бы, там был задействован гринд и рейдов, и обычный гринд, вот все эти гринды были задействованы. Но, тем не менее, если человек преодолел все эти дичайшие препятствия, прошел эту гигантскую цепочку квестов каким-то образом, прямо вот все пошло в его пользу, в какой-то момент он достигает, достигает цели, он может подойти к этому сраному гонгу, он может позвонить у него и получить эксклюзивного маунта, которого больше ни у кого в игре нет. Ну, как ни у кого, у кого-то в игре он еще, конечно, есть, но получить его настолько сложно, что вот этот вот один маунт будет чувствоваться гигантским достижением. Это действительно очень-очень сильная эксклюзивная вещь. И когда ты ее получаешь, когда ты получаешь вот эту дикую эксклюзивную награду, ты чувствуешь, что гринд, через который ты только что прошел, он того определенно стоил. И вот благодаря именно этому чувству, я считаю, что гринд все еще может сработать, если применять его правильно, если за этим гриндом будет какая-то очень сильно эксклюзивная награда, причем даже не обязательно какие-нибудь там маунты, там петы, неважно что, это зависит чисто от игры. Эксклюзивной наградой может быть даже еще одна квестовая цепочка, но очень интересная, которую прошел только ты и очень-очень малое количество людей, кроме тебя. Или там ивент какой-нибудь, ну опять же, с Мэкворду Фаркрафту обращаемся, то там, например, если ты получил этот самый скверненный Эшбрингер из Нексрамаса еще, который на 40 человек, тоже очень редкий предмет, ты мог пойти в определенное подземелье, и там начинал происходить уникальный ивент, который был доступен только тому, у кого был вот этот один конкретный меч. И все, больше никто другой его не видел, тем более, что это было в 2004 году, и ютуб тогда еще был очень маленький, и даже если у тебя нет этого меча, ты не мог увидеть, ты не мог увидеть на ютубе, тебе нужно было этот меч получить, конечно, потом это уже исправились, но вы понимаете, к чему я клонил. Короче говоря, гринд это хорошо, это нормально, если за ним стоит какая-то уникальная награда, не являющаяся основным ядром игры, да, то есть если игрок все еще может ядро игры проходить, но если он потратит время на вот этот гринд, он получит что-то уникальное, что-то эксклюзивное, в таком случае гринд это что-то нормальное, что-то хорошее. Соответственно, в данной конкретной ситуации, в ситуации с энтомом я считаю применение гринда некорректным, потому что он был применен к элементу игры, который является ее ядром, да, к сюжету, и применен он был для того, чтобы искусственно ограничить прогресс, по причинам, которые уже объяснил, это совершенно очевидно у меня в голове, я думаю, что вы со мной согласитесь, он был сделан таким образом для того, чтобы ограничить прогресс тех, кто купил 10-часовую обычную версию игры с доступом тогда же, когда у всех остальных она не на 10 дней раньше, и чтобы таким образом склонить людей к тому, чтобы доплатить и купить вот эту вот расширенную версию с ранним доступом, чтобы допройти все до конца сразу, потому что, ну, люди любят завершать вещи, это у нас просто инстинктивная такая штука царит в нас, ну а мистер электроник арт с этого, соответственно, соберет прибыль, можно ли его винить в таких не совсем хороших практиках? Конечно, конечно можно. Ну и плюс такие вещи, как до сих пор непочиненные баги, типа возможности перенестись сразу в последнюю сюжетную миссию при использовании функции квикплея, это тоже дело не помогает. Может быть это такая компенсация, знаете, такая вот неявная компенсация, типа мы не дадим вам продвинуться по сюжету, но если вам повезет, вы сможете увидеть концовку сразу, так что все честно, пацаны, все честно. Эй, тебе понравилось слушать, как я в течение одного количества времени пишу на разные видеоигровые и не только темы, в таком случае ты можешь подписаться на этот канал, и на мой основной канал, где я делаю контент с продакшеном, о, да, тебе определенно стоит на мой основной канал подписаться, тоже по ссылочке в описании, также, также ты можешь поставить лайк этому видео, ты можешь поставить несколько комментариев этому видео, ты можешь зарепостить его себе куда-нибудь в Твиттер и подписаться на меня в Твиттер, кстати, потому что таким образом ты нагонишь трафику мне, а это то, что сделает культа со счастливым, ты же хочешь сделать культа со счастливым, я знаю, что ты хочешь сделать культа со счастливым, ты же меня любишь так же, как и я тебе, мой дорогой ублюдок, иди сюда. Субтитры сделал DimaTorzok